Мамы, сегодня предлагаю вам посчитать, сколько раз за день вы похвалили и обняли своего ребенка. Если вы ругаете чаще, чем хвалите, нужно срочно менять стратегию воспитания. Воспитание без наказания вполне возможно. Просто показывайте ребенку пример правильного поведения и не требуйте от него того, что не делаете сами. Создайте для ребенка такую среду, в которой не будет места наказания. К примеру, чтобы малыш не разбил дорогие вам вещи, сразу спрячьте их подальше. Чтобы не капризничал в очереди или транспорте, заранее приготовьте новую игру или игрушку. А еще хорошо работает метод семейных правил. Нужно проговорить, что теперь в нашей семье будет вот такое правило. Спросить согласие каждого члена семьи, согласны ли они выполнять это правило. Потому что правила должны выполняться всеми членами семьи. Когда мы занимаемся чем-либо, любимым каким-то занятием, неважно, что это аппликация или это шитье у мамы, либо что-то другое, нужно убрать за собой все предметы на место. Чтобы воспитывать ребенка без наказаний, нужно прежде всего научиться контролировать свой гнев и эмоции. Вот несколько советов от психолога. Если хочется шлепнуть ребенка, срочно возьмите что-то в руки. В первую очередь нужно глаза отвести от ребенка. Потому что, когда ты смотришь на ребенка, и в тебе закипают вот эти вот негативные эмоции, сразу же хочется что-то сделать, то есть выпустить пар. Но в этот момент ты должен просто-напросто дать себе возможность успокоиться. Не наказывать сразу. Кстати, есть наказания, которые все же можно использовать в воспитании детей. Это временное лишение сладостей, просмотра телевизора, отмена запланированного развлечения. Тогда малыш понимает, что не получил то, что хотел, именно потому, что не сделал то, что его просили. Это называется метод последствия. А еще чаще хвалите. Вот только мимоходом брошенного «молодец» тут недостаточно. Я сегодня горжусь тобой, что ты смог сразу за собой убрать. Ты большой молодец, потому что ты сразу за собой убрал. Мы постоянно подчеркиваем в момент поощрения, в момент похвалы, мы подчеркиваем действия. И вводим похвалу сразу после выполненного действия. Афу! Как, ребят? Наказание – это педагогический прием, который вовсе не оказывает воспитательного действия. Если вы снова и снова наказываете малыша, он становится либо слишком уступчивым, либо чересчур и прямым, а порой и даже мстительным. Малыш, которого часто наказывают, не умеет контролировать свое поведение и ждет контроля со стороны взрослых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова